да будут все едино как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино доброе утро дорогие мои мы на канале привет ангел с вами народный батюшка мира и добра вам от пресвятой троицы опять кто-то оставил комментарий что православие сложено из слов правь нафь славь то есть из старославянских слов это даже не древнеславянские слова и якобы православие таким образом продолжает некую языческую традицию русского народа я так понимаю для этого наверное оставляют эти комментарии я уже неоднократно отвечал на такие комментарии и на такие вопросы о нашем язычестве до христианской нашей религии и продолжая это изучать могу добавить к тому что уже есть можете посмотреть но и маленечко повторю то что я уже говорил и еще раз утверждаю что моя точка зрения что у нас до того как установилась греческое православие но сначала правоверие на самом деле давайте говорить что церковь называлась правоверной какое-то время у нас была уже первого христианская древняя церковь и ее по-видимому принес действительно апостол андрей который у нас по легенде он дошел до валаама что в принципе я считаю не могло быть но он был в крыму то это точно он был на территории абхазии это точно то есть на территории ну давайте скажем большого сочи здесь он проходил и поэтому когда нашли теперь в 2005 году крест императора константина в крыму стало понятно что христианство уже было хотя у нас есть описание жития митрополита климента который в крым был сослан на то чтобы там в общем заключение проходить в каменолом них работала церковь там христианское устроил и ведь этот крест который нашли его датирует 5 6 а может быть и 4 век по существу крест константина появился в четвертом веке когда император константин увидел на солнце крест и создал это знамение можно так сказать а ведь это за 5-6 веков до установления нашего официального правоверия до крещения руси да вот ведь сколько времени значит уже существовало это христианство но как оно могло существовать в те времена в каком виде оно должно было существовать мы с вами знаем по работам очень хороших ученых таких как дмитрий сергеевич лихачёв шахматов много ученых в том числе до революции занимались этой тематикой и и они-то установили что не было единого народа на той территории который вот мы сейчас начинаем называем русь да вообще в то время территорию до урала можно было считать которая относилась к киевской руси к московии хазарии и так далее и тому подобное так на ней проживала не десятки а сотни различных народов хотя в картах сейчас объединяет там что тут мордва тут значит еще какая-то тут русь тут еще какие но даже в этом народе все время существовали племена которые жили обособленные имели свое верование то есть вот я живу на территории бывший владимирской губернии рядом костромская губерния но у меня есть прямое свидетельство как проехал дмитрий потапыч шелихов написал книгу путешествий по русским проселочным дорогам от петербурга до пистяков там пистяки описаны я тоже вам неоднократно разговора рассказывал так он насчитывает вот на этом пути 79 народностей то есть он имеет в виду что они конечно русские но не русские каждый по-своему у них разный говор у них разные традиции у них даже культуры бывают разные я изучал диалекты например я ужасно удивился когда мы ходили в экспедицию что в разных селах люди оказываются по-разному именуют некоторые одинаковые значит ну тот же маленький хлеб колобушка колоб еще как мы можно назвать ватрушка и так далее то есть оказывается такое многообразие существовало и она заключалась в замкнутости поселений и в территории поскольку они формировались как самодостаточные под определенные семьи или под определенные ну племя что ли которые тоже семейные бывал семейные и название этимология названий топонимика об этом как раз говорит так вот это все сформировало то что у нас верования были настолько различные что те кто живет в ста километрах от костромячей например вы знаете вот этот обряд да кострома кострома там куклу такую пускали по реке сжигали эту куклу так вот кострома славилась только в костроме когда теперь мы знаем эту песню и зиму иногда вот сжигают зимы это по типу вот как раз сжигание костромы по всей территории Руси так очень бы удивились а то бы и посчитали что они очень серьезные иноверцы которых нужно истребить мы с вами видим как князь московский когда устанавливает веру в москве основатель москвы в окружении москвы другие веры все уничтожает там вот я вам рассказывал как можайский народ там было десятки всевозможных капищ различных народов они вот съезжались туда на эти капища время от времени раз в год чтобы прославить своих богов в том числе и сергий родонежки строит на горе маковец свою троицкую церковь на месте капища на месте капища белбога а внизу под этой горой было капище чернобога где он ломал это капище поэтому говорить что у нас была какая-то единая вера тем более правь славь нафь вообще нельзя поскольку может быть где-то и была это правь славь нафь как пишет лихачёв или шахматов но она не была общей каждый можно так сказать бог принадлежал какому-то отдельному народу мы прекрасное перечисление видим этих славянских богов в слове полку Игореве и там эти славянские боги вообще привязаны к людям Игорь перечисляет своих братьев там родных двоюродных призывает их к себе на помощь и каждого именует каким-то личным богом который относится к язычеству кстати это дает возможность говорить ученым что так и существовала такая религия где именно князь какой-то применимал на себя вот это значение этого бога и его славили а никакого личностного бога при этом отдельно от этого князя не существовало то есть вот родился князь ага есть имя вот такого бога вот тебе такой и теперь ты наш бог вот мы теперь тебя славим правим и все остальное наша церковь действительно пришла князю владимиру как объединяющие и упорядочивающие то что на самом деле происходит вокруг потому что он просто единой какой-то религии которые он решил избрать там поставив этого идола большого и объявив что вот теперь это центральный не мог их привлечь поскольку по значимости эти идолы ничуть не больше были чем это кострума там или еще какие-то которые были в других поэтому было нужно что-то новое более существенное более можно так сказать глобальные чем вот такие местные и объединяющие более объединяющие поэтому у нас конечно мы с вами рассматриваем в основном православную религию это я бы так сказал греческого извода то есть греки якобы эту религию нам принесли хотя армяне оспаривают они утверждают что это покрестили владимира в армянской церкви что я не исключаю что может быть и да поскольку якобы и жена то у него первая кто его была армянка так как император то отец то ее был армянин который там в константинополе в это время правил ну ну в общем то сходится может быть и так может быть она он и армянин греческую церковь имел а мог и армянскую значит принести но это не суть важно значит когда же у нас появляется православие и вот здесь очень серьезная ошибка тех кто пытается вот это навязать что православие это правь нафь славь поскольку если бы это было сразу продолжение то оно бы и отражалось в истории как государства так и церкви именно тем что продолжается и больше того уходило бы оно из этой истории если бы пытались каким-то образом это все переформатировать я бы так сказал то есть если действительно я считаю у нас даже вот первое православие после владимира было полуязыческое я бы так сказал ну я бы так назвал нет ученые так бы назвали потому что она включала в себе и пиры и гостеприимство и все что пола и почитание князя как солнце как как того кто кто богом является это такое вот ну можно так сказать полуязычество ну я еще раз повторяю и это на мой взгляд полу первого христианства иного христианства в греческого извода то есть вот это такое здесь столкновение произошло наше первое христианство принесенное апостолом Андреем на мой взгляд преобразовалось через национальные культуры через национальный язык через сказки былины и так далее а было мифологическое мышление у населения это Дмитрий Сергеевич Люхачев утверждает и не только он они доказывают что мифологическое мышление а чем оно отличалось не отличали выдумку от естественности как ребенок не отличает выдуманную историю которую ему рассказали и сказку вы ему читаете для него это реальность это все так и существует пока он не повзрослеет и пока не повзрослее население наше оно мифологически мысля объединяло все вот эти сказки былины какие-то прибаутки и так далее и все другие в единое целое и создавало общий мир из всего этого поэтому ворваться просто так православие как новое совершенно житье не могло должны были пройти столетия для того чтобы оно потихонечку изменялось до того вида которое сейчас есть сейчас оно вот можно так сказать рафинированное то есть оно в большой степени отделило себя от культуры от национальных традиций уж сильно отделило от сказок и были ну такая историческая данность так вот есть ведь конкретно замечательные исследования различных ученых я же все-таки тоже в какой-то степени филолог я учился в университете в Ивановском на филолога поэтому стараюсь следить профессионально за этой темой и ну например вот появилась несколько лет назад статья Колосова и Павлова это ученые хорошие ученые которые исследовали специально этимологию то есть происхождение слова православие и его привязку к русской православной церкви я бы так сказал так вот они взяли все имеющиеся на то время документы начиная с 14 века и исследовали 79 летописных документов 14 века 3 но это слово полку Игоря сказания истине благодати и новгородская старая летопись новые там 15 века 9 документов 15 6 начало 16 века 6 документов 16 век 25 документов конец 16 начало 17 2 документа ну в общем 79 документов и что они выяснили что например в 14 веке тут тут вот суздальская летопись лаврентьевская летопись датируем 1377 годом мы увидим в общем похожую картину если обратимся на наиболее древний памятник летописи центральной руси в повести временных лет который летописи помещает после писания смерти князя олега 912 год то есть в летописи 1377 года православие называется язычество которое применяется вот ну в отпевании бы мы сказали вещего олега который помните погиб да то есть конечно это может быть именно доказательство моей версии что да уже православие было да вот оно такое странное да богов делали из деревьев или видели их в природе и так далее искажения могли быть жертвенности тоже достаточно серьезные но это уже было православие но в данном случае оно противоположено правоверию то есть волховане как опасное явление там высказывается в этой летописи вот вам и и православие в сузыской летописи по лаврентийскому списку по отношению к понятию веры используется апитрий христианское правоверное при этом правоверный применяется также в сочетании с понятием человецы народы множество великий князь правоверный встречается также апостольское правоверие при писании добродетель владимирского князя Константина в связи с его кончиной в 1218 году всего права даровал бебог кротость Давыдову мудрость Соломею исполнились апостольское правоверие в данной лептость в документах понятие церковь уже начинает использоваться как символ веры и социальный институт да будет отлучен от церкви и соборно-апостольской церкви термин христианство православие не используется не используется еще в 15 век православие появляется в летописи по ипотовскому списку датируем 1425 год вот именующий по имени общий протограф повести временных лет по лаврентиевскому списку термина православные и православие не встречается а в комментариях данные летописцам к смерти князя олега написано таковыми вещами искушать наши православные веры то есть в самой это летописи нет 1425 1377 было тут видите через почти 50 лет появляются новые где комментатор изменяет и называет уже то что было сделано над олегом вот это волхование не православием а наоборот говорит таковыми вещами искушается наша православная вера то есть уже православная вера относится к правоверной а над олегом что-то вообще другое произвели интересно что в софийской летописи по списку боленского датируется с 70-80 годами 15-го написано на руси в данном контексте потребляется православные веры в других списках в повести временных лет а именно в родзелиловской списке датирует 1486 1490 годами то есть к верам относят другие православные веры не нашу а другие что вот не наши они православные но неправоверные вот так и так далее то есть вот вот давайте я вам укорочу рассказ по этимологии и скажу что во-первых церковь сама этимология слова действительно это круг этот но поначалу до 16 века так называли только храмы то есть когда мы говорим это стоит церковь вот этот храм стоит это не община церкви это не называлось появляется только в 16 веке и в 16 веке появляется православие как отношение к религии и долго правоверие и православие существует вместе и отделяет друг друга ну я вам могу сказать что когда реформу была при Алексея Михайловича и при в 17 веке когда митрополит никон то он то как раз не православие а правоверие пытался ввести и крест опять вернул вот этот греческий константина в 16 веке православие усиливается в летописи документах 16 век тенденции по замене термин правоверный и правоверие на православные православие соответственно только усиливается термин правоверие встречается только в двух летописи семеновской при описании событий 1219 года в хронографе западной редакции при писании византийской истории ну и так далее то есть вот видите но здесь все-таки нужно углубиться а что они поднимают под понятием славия в том числе и древнее славие и если мы в большей степени сейчас воспринимаем через то же евангелие помните читающие евангелие это она там христос все время говорит ты прославь меня господи а ему господь отвечает и прославил и еще больше прославлю то есть такое впечатление что мы имеем этимологию слова слава как этимологию как в значение что дай знать обо мне сделай меня знаменитым вот как бы вот так но на самом деле слава в большой степени как этимологии исходят во первых из духовности то есть действительно из религии причем как теперь принято говорить из древней или славянской религии давайте я вам зачитаю это церковно-славянский словарь 19 века слава богиня древних славян откуда их и название отличительные черты культа богини девы у армян были те же самые как и богини славу у древнейших славян агесангел живший в начале 4 века по рождеству христову бывший секретарем царя тартада говорил об этой богине как о великой царице и госпоже славе народа поддерживающей жизнь народную матери всякого целомудрия благорастворительность всего человеческого рода золотой матери богини изображение ее было золотое храм ее обладал огромными сокровищами ей посвящали белых быков белых козлов белых коней белых мулов она отличалась от всех других известных богинь в период многобожий как например от богини астхинь инане афродиты или венеры идианы и артемиды это из очередь религии армян алане веровали в единого божества славу алане то есть вот народы ну сейчас есть аланская республика но они говорят что все вот большинство вот этих кавказских народов в том числе пошли от аланов ну некоторые считают что да алане имели бога слава представляете в единого божество божество славу они представляли его себе богинию девою единую властительницу судеб жизни как земной так и загробной райской называли ее также и царицей неба и ей же давали они название матери полагая что она не я происходит как сама жизнь так и всякое благополучие для человека в отличие от материи земной ее звание божеской матерью жертвоприношение состоял не только из обычного в излиянии курений и заклинаний животных но также в различных мучных требах и трапезах культ этой богини славе в глубокой древности был распространен у всех арийцев в том числе у пелозгов ранее нежели у них появилось много божие вот что мы читаем об этом в сборнике григория епископа болгарского от племени афедова родился сероух и же начале привлете эллинского закону славы рекши коумережение ну в общем была общая богиня слава для славянских народов больше того и даже для тюрков эта богиня стала важной и у нас появилась в какое-то время в 16 по моему веке появилась погано славные это тюрки это войны с турками происходили мы уже были православные они были погано славные слава корень этого слова слыть называется именоваться быть известным отсюда происходит и слово то есть бог слово в общем то это то же самое что бог слава если уж вы этим через этимологию хотите понять что воплотился сын божий бог слова то это можно так сказать мужская форма богини слава то есть не славь не навь не славь а на мой взгляд под действительно бог слова или слава в язычестве в том числе славянских народов и была формой первого христианства ведь иоанн в своем евангелии которые не сразу распространялась у нас на руси столько же называет раз бога словом или славою или светом ну сколько по-моему и христом то есть само имя христос оно греческое имя вот название христос это же все-таки не имя христос это миропомазанник избранник ну тоже по-разному могут произвести переводить но в основном помазанник сын божий так моисей просит у господа показать ему славу под которой разумеется сын божий это доказывает словами господа помилуй его же аши милую у щедрые его же аши щедрою в котором по объяснению апостола павла заключается предопределение божие о спасении через мессию может быть моисей желал видеть господа в живом образе в каком например видели пророки в то же время сохраняли в полной деятельности свои нынешние чувства вот так кстати славы называлась богослужебная книга псалтырь то есть в ветхом завете написанный символ является божественным проявлением бога написанный символ букву является проявлением богу имя бога и так далее и псалтырь называлась просто я уж извиняюсь возьму на себя такую тяготу назову что называлась богом слава или богом слова псалтырь кстати сложно мне ее сейчас читать там там постоянно встречается израиль и трудно сейчас славей соловей соловей славей мы говорим птица славит господа вот видите соловей славе славление так называется благочестивый обычай священнослужителей ходить по домам ну и так далее то есть еще раз повторяю я считаю что православие у нас появилось как бы как новое отделяющие от старого славян старого обрядчества от правого верия церковь которая начинается с никона и дальше русская православная церковь вообще сочетание достаточно новое оно сейчас является формой которая определяет что вот мы русские и православные что в общем то не совсем соответствует внутреннему содержанию потому что православными могут быть и не русские что кстати на мой взгляд в какой-то степени сужает вот понятие мне просто высказывали что ой батюшка да мне православие нравится но я не русский я армянин я перешел но она русская она для русских церковь я не очень понимаю зачем это сделали просто для того чтобы иметь этот список значит болгарская сербская так далее но они это не все как официальные названия они просто как определение имеют у нас официальное название ну бог с ним слава тебе господи что она есть и слава тебе господи что она православной но ну тогда они внесли древние значения славы в это понятие и тот человек который говорит что вполне вероятно что это из древнего сочетания правь нафи славь он ошибается тема логически это не так но получается что вернулись к правильному славлению бога слова или бога слава которые и производится сейчас это чисто этим логические чисто вот такие умственные заключения я вам скажу так вы особенно на них не опирайтесь не думайте что это вот научные поскольку сама русская православная церковь такого никогда не примет никогда не согласится и будет утверждать что это было известно всегда что главное церковь православная а не кафолическая действительно само православие как понятие встречается со второго века в четвертом веке используется но все таки оно ортодоксия то есть само слово православие оно в древнерусском языке встречается по моему даже или в старославянском языке наверно в древнем вряд ли встречается вот так вот такое мое мнение но главное это не думать как ты славишь то есть не думать в чем ты славишь или как называется а главное как ты славишь то есть что ты делаешь для того чтобы господь когда ты находился в церкви видел от тебя пользу какая польза от тебя вообще идет и православие если в конечном итоге мы с вами говорим оно отличается именно тем что считает всех равными кто входит в православную церковь у нас нет такого что кто-то там заместитель бога на земле и и много чего еще читайте каноны русской православной церкви здоровья вам всем мои хорошие радости аминь и и все и и и и и и и и и